Ухтинский союз ветеранов войны в Афганистане отметил 30-летний юбилей. Уникальность организации очевидна. Она стала первой в Советском Союзе. Зародилась она еще в апреле 1984-го, когда до окончания военного конфликта оставалось долгих 5 лет. Светлана Некрасова погрузилась в историю. Обычно у памятника воинам-интернационалистам митинги собираются в феврале, в день вывода советских войск из Афганистана. На этот раз память погибших товарищей ветераны города почтили в ноябре, в день 30-летия своего городского союза. Как оказалось, это была первая такого рода организация в стране. Были первые, с нас брали пример. И в Москве то же самое. Мы приезжали и рассказывали ребятам, что проходит у нас и как это проходит. Сейчас вспоминаем, как мы первый устав обсуждали в Лемью очень горячо и в конце концов приняли. В 1984-м это был Совет воинов-интернационалистов. Они объединились под крылом комсомольской организации при Ухтинском индустриальном. С тех пор название несколько раз менялось. Были времена, когда об афганской войне говорить и вовсе запрещалось. Но движение продолжало собирать информацию о чужой своей войне. По мере прихода мы других ребят с армии стали объединяться, потому что у нас интересы общие были, возраст у нас общий был. И вообще это сложилось так, как ветераны Великой Отечественной войны собирались. Их тоже же никто специально не собирал. Так и мы начали тянуться друг к другу, естественно. Потом к движению присоединились участники еще одной войны – Чеченской. В год 30-летия в память о погибших бойцах в Ухте открыли 6 мемориальных досок для ребят, которые некогда учились в местных ПТУ, ныне индустриальным техниками УГТУ. Кстати, его сотрудники специально к юбилею выпустили книгу «Первая в Коми АССР, первая в Советском Союзе». Она сама по себе интересная, она необычная, потому что это, собственно, книга воспоминаний тех людей, которые создавали организацию, которые прошли Афганистан. Сегодня к зданию готовится еще одна книга. Это будут воспоминания ветеранов о войне в Афганистане. Сейчас активисты собирают для нее материалы. Светлана Некрасова, Александр Думбурович, Павел Щеглов, телеканал Юрган, Ухта.